Здравствуйте, это программа Город Эсс и Елена Чернявская. Самарскому спортивно-оздоровительному центру Олимп в этом году исполнилось 26 лет. Центр был создан на базе бывшего пионерского лагеря «Ласточка» и за это время существенно преобразился. Появились новые корпуса, спортивный зал, площадки универсального назначения, мини-футбольное поле, хоккейный корт, стритбольная площадка. Что еще нового и интересного произошло в центре Олимп, я говорю сегодня с ее директором. С директором муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительный туристический центр Олимп Вячеславом Сергеевичем Звягинцевым. Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. Здравствуйте, всем доброго здоровья. Да, хорошо, что пожелали здоровья, потому что, ну, конечно, актуальное пожелание, но хочу начать наш разговор с новостей. Что можете рассказать нового и интересного всем тем, кто знаком с Олимпом, ну и, конечно, всем тем, кому предстоит познакомиться. Я хочу сказать, что наш спортивно-оздоровительный туристический центр Олимп ведет свою историю с 50-х годов прошлого столетия. Действительно, вы правильно сказали, когда это был пионерский лагерь «Ласточка». И что самое главное, в 90-е годы он не ушел с молотка и остался в муниципалитете, остался в городе. Более того, стал развиваться, и сегодня достаточно современный такой спортивный центр. У нас занимаются ребята круглогодично, то есть у нас ряд секций, которые работают на базе учреждения. Секции от спортивных муниципальных школ. Это тэквондо, дзюдо, рукопашный бой, соответственно, каратэ. Вот, то есть есть зал специализированный. Плюс мы проводим различные мероприятия городские, да. Если вы знаете, это и золотая шайба, это и лед с футбольным мячом, это и различные забеги, которые стали у нас уже популярны, традиционные, да, в городе. И они очень массовые, очень большие. Это и какие-то мероприятия, связанные с ребятами-инвалидами. Мы тоже их проводим, потому что мы участвуем в программе «Мы разные, мы равны». Это городская программа, вот. Также мы активно участвуем в программе развития физкультуры и спорта. Это тоже городская программа. То есть все городские программы, в которых так или иначе присутствует физкультура, спорт, развитие массового спорта, мы в них активно участвуем. Вот, да, обо всем давайте поговорим поподробнее, о всех направлениях и мероприятиях, конечно, в которых вы участвуете. Но у меня к вам такой вопрос. А что сегодня из себя представляет Олимп? Вот какие все-таки учреждения, цели, задачи, ну и самая главная функция? Мы работаем по нескольким направлениям. Первое. Мы являемся центром тестирования Всероссийского комплекса ГТО. Вот. Это один из 13 центров в городе. Мы ведем эту работу. Соответственно, в летнее время у нас проходит летняя оздоровительная кампания. Это пять смен. Ну, вот, плановая наполняемость – 1400 детей за летний период. Далее, это, опять же, 200-300 детей, которые в течение года занимаются у нас на базе в различных секциях. Ну и проведение массовых мероприятий, да, спортивных на территории города, как я уже говорил. Вот если брать с 2012 года, это проведение более 2000 мероприятий с охватом более 40 тысяч именно участников. Не говоря о зрителей, да, и тех людей, кто приобщается, ну, пропагандируем физкультуру и спорт, да, здоровый образ жизни. И уверена, что таких людей становится с каждым годом все больше и больше. Именно по популяризации физкультуры и спорта. Да, ну и, конечно, здорового образа жизни. Это основная наша задача – популяризировать физкультуру и спорт, в том числе и когда мы проводим фестивали ГТО, да. Это же не только сами испытания, да, но это популяризация прежде всего, вот что самое главное. Что здоровый образ жизни должен стать нормой жизни. Об этом мы и говорим всем, об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, да, наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, да. И программа такая у нас есть «Спорт норма жизни». Поэтому мы активно ее участвуем. Скажите мне, пожалуйста, а как в этом году прошли летние смены, сколько детей отдохнули в лагере? В этом году, летом, у нас отдохнуло порядка тысячи детей. К сожалению, это было связано с противоэпидемиологическими мероприятиями, да, в связи с пандемией. Наполняемость была не 100%, а 75%. Тем не менее, мы провели 5 смен по 14 дней, соответственно, 75% загрузкой, да, и в режиме обсервации мы были. Но, тем не менее, вот, знаете, как-то дружно, весело и со спортивным задором прошли эти смены. Насыщенно, да? Слава богу, у нас не было травм, да, у нас не было среди детей заболеванием, ни гриппом, ни, соответственно, ковидом. Это очень радует. Вот. И дети оздоровились, дети, так сказать, показали себя еще раз в своих спортивных достижениях, потому что на протяжении каждой смены у нас идет своя спартакиада по различным видам спорта. Начиная от футбола и заканчивая легкой атлетикой, да, бегом, баскетболом. Вот те различные виды спорта, на которые у нас имеются площадки, которые у нас, площадки сертифицированы, да, и ребята из различных школ к нам приезжают. Это наши 16 муниципальных учреждений, соответственно, вот, это различные виды спорта. Начиная от легкой атлетики, большого тенниса, лыжи, дзюдо, различные виды единоборств и заканчивая футболистами. Вячеслав Сергеевич, а вот теперь мы с вами подошли к очень такому важному организационному моменту. Расскажите, пожалуйста, кто может приехать и попасть в ваш замечательный лагерь? Это только участники и те ребята, которые занимаются в спортивных школах или не только? Вот давайте от А до Я, кто ваши воспитанники? Ну, прежде всего, основные ребята, которые к нам заезжают, это юноши и девушки от 6 до 18 лет. Те, кто занимается в наших муниципальных спортивных школах, в школах Олимпийского резерва. Плюс могут заезжать и федерации различные по различным видам спорта. И также принимаются у нас заявки от, ну, скажем, частных клубов тоже. Есть такая практика. Заявки принимаются, начиная с января по конец марта, департаментом физической культуры и спорта. Это наш учредитель, администрация учредитель, соответственно, в лице администрации это департамент физкультуры и спорта. Наш проводник во всех наших мероприятиях и во всей нашей работе. И далее, вот на начало мая комплектуется уже приказ департамента, формируются списки, формируется количество детей. По тому заявленному количеству детей, которые мы можем принять в ту или иную смену. Соответственно, пять смен и тренеры или руководители различных спортивных организаций, да, школ спортивных, федераций, частных клубов, других каких-то объединений спортивных подают заявку и подают непосредственно вот на желаемый период. То есть на одну из пяти смен. Соответственно, они рассматриваются и дальше уже они с 1 июня дети заезжают к нам вместе с тренерами. И чем особенен, чем уникален наш Олимп, что можно там почерпнуть, узнать нового, оздоровиться? Ну и, конечно, какие достижения у ваших воспитанников? Ну, во-первых, мы предлагаем всем ребятам, в зависимости от возраста и в зависимости от ступени, пройти испытания нормативов ГТО. Непосредственно у нас на месте. Потому что у нас в 2020 году появилась новая площадка ГТО. Опять же, по программе, национальному проекту «Демография», раздел «Спорт. Норма жизни», да, была построена эта площадка с помощью Министерства спорта Самарской области и Администрации городского округа Самара. Ребята могут испытания пройти, и если они проходят эти испытания на определенные нормативы, которые прописаны в федеральном законодательстве и в федеральном комплексе ГТО, они могут получить знаки. Соответственно, золотой, серебряный и бронзовый. Да, то есть это вот такой момент. Далее. Мы проводим очень много творческих конкурсов, потому что считается, ну вот спортсмены, они, может быть, в школе не так хорошо учатся, да? Я вас уверяю, это очень творческие люди, которые и поют песни, и сочиняют музыку, да? У нас был такой даже пример. Мальчик-боксер играл на гитаре и на флейте. Это было так завораживающе просто было. Звездой заезда, наверное, как было. Плюс к этому мы проводим различные скрининги. Мы общаемся с государственным учреждением поликлиник номер 15, и у нас происходит каждую смену скрининг обследования детей с согласия родителей на состояние их соматического здоровья на данный момент. То есть это берется рост, вес и совокупность вот того развития на данный возраст, какой есть. А вот интересно, ваши тренеры, может быть, определяют какой-то потенциал в развитии, в направлении спорта? Ну, к примеру, ребенок занимается там конькобежным спортом, я не знаю, или там дзюдо, и тренеры выявили ваш какой-то вот такой действительно потенциал и направляют дальше уже в какие-то секции. Ну, родителям проще даже говорят, что у вашего ребенка талант. Пожалуйста, не бросайте, занимайте спортом. Бывали такие случаи? Вы знаете, бывали такие случаи, но каждый тренер очень трепетно относится к своим воспитанникам. И я бы даже сказал ревностно. Потому что те ребята, особенно которые начинают показывать какие-то достижения, конечно, это вот те алмазы, да, которые огранить нужно, да, чтобы они стали бриллиантами. Идет общая подготовка. И в процессе общей подготовки, да, конечно, есть очень много рекомендаций, которые дает тренер. У нас в учреждении, особенно в период летней кампании, тренеры общаются друг с другом, да. И даже мы делали такие, в прошлый год мы делали такие вещи, как мастер-классы. Когда, например, приезжает команда аэробика, тренер по аэробике, они дают мастер-класс. Приезжает гимнастика, тренеры тоже дают мастер-класс. И уже ребята из группы аэробики, тренеры, да, видят какие-то ноу-хау, берут их себе, просят, так сказать, провести уже непосредственные какие-то занятия, такие точечные. И опыт, конечно. Вот. Переходы есть, но это решают сами родители и дети прежде всего. То есть вот как-то вот заставить, да, или там переманить, но, наверное, это не совсем правильно. Да, в порядочной спорте это наблюдается достаточно редко, и слава богу. Вячеслав Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о коллективе, который работает в Олимпе. Я знаю, ведется и очень такая серьезная воспитательная работа, и это немаловажно, особенно вот, конечно, в подростковом возрасте. Расскажите о составе. Ну, у нас коллектив по штатному расписанию порядка 50 человек. Вот. Это в основном сотрудники, конечно же, технического персонала, потому что большая территория, 9 гектар на седьмой просеке, да, больше 50 зданий и сооружений. Это все нужно поддерживать в технически исправном состоянии. Плюс в последнее время, естественно, мы делаем очень много ремонтов, благодаря администрации городского округа Самара. Тому финансированию, которое мы ежегодно получаем. Вот. Как пример могу сказать, что, например, в этом году и в прошлом году мы сделали прям несколько очень хороших площадок, на которых могли бы ребята заниматься. Современным покрытием. Как вы уже говорили, это футбольное поле, это универсальная площадка. Для чего? Для того, чтобы могли приезжать различные группы спортивные. Неважно, футбол, баскетбол, волейбол. И для них было место и площадка специализированная, на которой они же приезжают не просто отдохнуть. Они же приезжают потренироваться. Весь процесс рассчитан на что? На то, что ребята приезжают либо перед соревнованиями, и тогда у них идут усиленные тренировки, и дальше они двигаются и едут на соревнования, либо после соревнований. Ну, тогда это уже такой процесс, ну, что называется, вот, немножко так себя привести в порядок, в чувства и так дальше, да? Но не форму ни в коем случае не теряя. Наши сотрудники, вот, еще раз говорю, это люди, которые работают в течение года, и люди, которые работают в летний период. Вот те, кто работает в течение года, ну, помимо экономической службы, да, помимо, там, кадровой службы, это сотрудники, которые занимаются непосредственными направлениями. Первое направление, как я уже говорил, это направление ГТО, да, где готовятся, проводятся, так сказать, организовываются фестивали ГТО городские, и они с каждого года привлекают все больше и больше людей. Отдел ГТО принимает заявки на выполнение нормативов ГТО, то есть это может быть фестиваль, который проводят в течение года, а это может быть обращение отдельных лиц к нам по телефону, соответственно, да, и прийти и попробовать себя вот в ГТО, скажем так. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу по одной простой причине, что у нас есть как раз на эту тему сюжет. Я предлагаю его все вместе посмотреть. Спорт доступен каждому. Такой девиз у спортсменов с ограниченными возможностями, которые сегодня сдают нормативы для получения почетного знака отличия «Готов к труду и обороне». По словам организаторов фестиваля, главная цель – состязание, чтобы каждый человек смог почувствовать, насколько он здоров физически. На сегодняшний день Министерством спорта Российской Федерации разработаны нормативы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы сегодня впервые проводим в городе Самара фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями. Это показатель для молодежи, прежде всего, того, что нужно заниматься физической культурой и спортом. Нужно быть здоровым. Критерии оценки конкурсантов с особенностями здоровья отличаются от стандартных. Нормативы подобраны индивидуально под каждый вид ограничений. Для проведения фестиваля закупили специальное оборудование. В зависимости от результатов, при прохождении испытаний участникам присваивается золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. Это знак, нормативы которого подтверждаются, выполняются, присваиваются. Определенное количество обязательных испытаний, так же, как и для обычных граждан, есть 3-4 обязательных испытания. Испытания по выбору, то есть обязательно для каждого заболевания, то есть свое количество, для своего возраста свое количество. Как только выполняет участник, соответственно, заносится в систему, и присвоение знака происходит. Владимир Титов принимает участие в спортивных соревнованиях не первый год и в этот раз тоже не остался в стороне. Сложность заданий характеризует как среднюю, говорит, бывало и сложнее. Силы придает, уверенности больше придает во всем буквально. Чувствуешь себя как-то сильнее. Гордишься своими достижениями, достижениями других. Список испытаний, доступных для лиц с особенностями здоровья, обширен, чтобы каждый спортсмен мог найти, к чему лежит душа. Тут и метание мяча в цель, и удержание медицин бола, упражнения на мышцы пресса и подтягивания на турнике, бег на короткие дистанции, прыжки в длину с места, отжимания в упоре лежа и стрельба по мишеням. Последнее, по словам участников, самый интересный этап соревнований. Здесь развернули технологичный тир. Никаких патронов и громких звуков. Все происходит, как в компьютерной игре. На ружье установлен лазер, его положение при выстреле фиксирует специальный датчик, а программа обрабатывает результат. Вот получается, спортивной и физической подготовке удивляется все-таки очень много внимания в Олимпе. Ну, да, мы стараемся... Ну, наша задача создать условия для тренеров из спортивных школ, муниципальных, для ребят, которые занимаются у этих тренеров. Соответственно, у нас идет совместная работа со спортивными школами. Да. И, конечно, мы учитываем те мнения, которые поступают от тренеров, которые поступают от ребят. Вот, например, опять же говоря, если про летний период, у нас есть книга предложений, где мы каждому тренеру, каждому воспитаннику этих тренеров говорим, ребят, скажите, что нужно улучшить, что нужно сделать. То есть помимо соцсетей у нас есть свое такое анкетирование и понимание, что нужно сделать. Потому что основные моменты, конечно, это питание, прежде всего, для спортсменов это важно. Мы второй год подряд уже, например, обеспечиваем их питьевой водой, бутилированной. Опять же говорю, заезды в летний период у нас бесплатные. Занятия в течение года для ребят у нас бесплатные. Поэтому вот задача города, задача нашего учреждения, чтобы эти условия, они были максимально комфортными. Ну и, конечно, качество предоставляемых услуг. И качество предоставляемых услуг, да. То есть здесь в большей мере мы работаем с учреждениями, с руководителями учреждений, которые по договору дают нам тренеров, которые занимаются с ребятами на наших спортобъектах. И, конечно, здесь очень четко. У тренера это и медицинский осмотр, это справка об отсутствии судимости, это квалификация, что не менее важно. Ну и, конечно, опыт работы, который с годами нарабатывается. Вячеслав Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот какие еще спортивные игры и занятия нравятся современному поколению компьютерных детей? Вы знаете, мы пробовали проводить и городские соревнования по киберспорту, да. Вот в преддверии чемпионата мира, когда были организованы мероприятия, да, тоже были вот киберфутбол там и так дальше, и так дальше. Но я считаю, что наша основная задача, чтобы ребята занимались физкультурой и спортом, вживую, в фитнес-центрах, в секциях, на улице, на спортивных площадках. Тем более в последние годы спортивных площадок в городе становится все больше и больше, да. Ну, огромный плюс, конечно, сейчас это восстановление Дворца спорта по инициативе губернатора. Это очень здорово. Это значит, что вновь у нас будут команды хоккейные, да. Это, вы знаете, у нас проводится ежегодно турнир 3ТК, очень значимый, такой известный на протяжении уже десятилетия, даже больше. Вот. Это значит, что ребята смогут заниматься не только хоккеем, но там есть и керлинг, вот. Поэтому это новый вид спорта. Соответственно, площадки пришкольные, да. Это тоже такая тема очень интересная, что хотелось бы, чтобы они все время были заняты. Это работа тренеров по месту жительства. Ну, я здесь уже перехожу как бы дальше, да, то есть немножко расширяю вот горизонт, понимаете. А это не зря вы переходите, да, потому что вы возглавляете комитет по образованию, социальным вопросом охране, здоровье, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорта, Дума городского округа Самара. И вот скажите, помогает ли вам именно эта работа на улучшение Олимпа и, в частности, конечно, материально-технической базы, почему нет? Ну, вы знаете, у города есть план развития, да, и если говорить про Олимп, сейчас мы занимались тем, что делали предэскизные проекты, и они есть для того, чтобы можно было с этим предэскизными проектами участвовать в различных программах, федеральных, областных, для дополнительного финансирования, да, ну, чтобы модернизировать лагерь, чтобы он действительно стал круглогодичным в полном объеме. Вот, то, что касается работы в Думе, конечно, работа очень интересная, и видишь в комплексе, вот, как город работает в плане физической культуры и спорта. То есть это и строительство новых площадок, соответственно, совместно с Министерством спорта Самарской области, это работа тренеров по месту жительства, как я уже говорил, в каждом районе, вот, например, в промышленном районе, таких тренеров 29. И для того, чтобы не только ребята, но и взрослые могли заниматься на этих площадках. То есть это работа и с детьми, и с подростками, и со взрослым населением, да, и даже вот с серебряным возрастом, как мы называем, более старшие поколения, потому что это движение, это здоровье, и не обязательно здесь какие-то рекорды. Здесь самая важная двигательная активность, здоровый образ жизни, что в свою очередь приводит и к улучшению в других сферах. В воспитании, в образовании, да, просто вот в жизни, ну, человек становится, ну, более, что ли, ясным, светлым, да, таким, энергичным. Вот, это очень важно. А вот вы, как директор, много времени проводите в лагере? Общаетесь ли вы с воспитанниками? И, может быть, какие новаторские идеи привносите в развитие Олимпа? Вы знаете, в период, когда заезжают дети, я нахожусь там практически круглосуточно, потому что от подъема и до отбоя. И даже, казалось бы, когда есть тихий час, есть много вот моментов, которые нужно проработать. С персоналом, с тренерами. Мы, вот, что мы сделали в свое время? Ну, во-первых, начнем с того, что, когда я пришел работать с директором в 2007 году, в одну смену заезда было всего 150 человек. Сейчас у нас 280. То есть, некая такая модернизация произошла существующего фонда, который есть и корпусов, и, соответственно, инфраструктуры. Следующий момент. Мы предложили ребятам участвовать не только в спорте, но и в творческих различных конкурсах. Вы знаете, это дало свои какие-то вот такие интересные моменты. Мне кажется, лагерь в любом случае предусматривает творческую жизнь. Ну, как правило, спортсмены приезжают и говорят, так, у нас утром тренировка, у нас днем тренировка, у нас вечером тренировка, да, давайте мы с мероприятиями как-то подзавяжем, к ним надо готовиться, что-то надо думать и так дальше. Нет, это на самом деле не так. И тренеры были вовлечены в этот процесс, и сами придумывали какие-то интересные моменты. Далее, мы предлагали, и сейчас она проводится, такая на протяжении всей смены спартакиада. Вот мы говорили с вами о различных видах спорта, да, футболисты, участвуя и в турнире по баскетболу, по стритболу, да, допустим, по, просто идет бег, допустим, подтягивание, отжимание. Ребята уже смотрят. Пробуют себя в различных видах спорта. Ну и, конечно же, когда у нас гимнасты или шахматисты играют в футбол, они тоже себя пробуют в другом виде спорта. Но почему-то очень часто вот в наших турнирах по футболу, которые мы проводим у себя в летний период, побеждают борцы или боксеры. Вот такой интересный парадокс, да. Вот. Единственное, что мы привносим в это, да, ребят, которые профессионально занимаются, например, футболом, да, они играют отдельно сами собой. Те, кто не являются вот профильным, да, баскетболисты, например, ребят или девушки, они помогают судить, да, помогают вот организовывать вот сам турнир, вот, но не играют как профессионалы, да. А те, кто не является, например, футболистом, они играют в футбол. Вячеслав Сергеевич, почему обязательно стоит хоть раз в жизни ребенку побывать в Олимпе? Вы знаете, вот мы много говорим на эту тему, понятно, что много еще нужно сделать в Олимпе и по инфраструктуре, понятно, что это учреждение, которое, как я уже говорил, с 50-х годов работает, и, понятно, некоторые моменты... Очень отрадно, что вы об этом говорите. Моменты нас не устраивают, некоторые именно вот в плане комфорта, но, опять же, когда ребята остаются один на один вот с своими сверстниками, своим тренером, да, это такой самостоятельный образ жизни. То, чего, наверное, немножко сейчас не хватает нынешней молодежи. Мы в свое время, да, хоть это, может быть, и звучит немножко так, ну, зачем говорить, зачем сравнивать, но, вспомните, это были походы различные, это различные лагеря были, пионерские, туристические и так дальше, да. Вот, на сегодняшний день, конечно, немножко другое время, да, и, опять же, говоря про соцсети, говоря про какие-то гаджеты, да, но, наверное, они, вот, двигательная активность уменьшается у ребят, которые сидят там за компьютером и так дальше. Это, с одной стороны, хорошо, да, они познают компьютерный мир, да, может быть, кто-то станет программистом, может быть, это будет будущая профессия, но при этом, при всем нужно элементарно с утра делать зарядку, да, там, пройтись лишних там 3, 5, 7 километров, у кого сколько получается, и, наверное, здесь в этом движение — это жизнь, прежде всего. И мы хотим, чтобы ребята понимали, что есть много спортивных школ на территории города и на территории области, допустим, да, куда можно пойти, заниматься каким-то видом спорта, который нравится. Есть много площадок спортивных, куда можно тоже прийти, можно с семьей прийти, да, там, с маленьким братом или сестрой, с папой, с мамой, с бабушками, с дедушками. Это вот такая хорошая, знаете, культура, вот российская такая, которая должна быть. И пускай это идет из советских времен, да, это, наверное, хорошо, когда какие-то хорошие традиции идут с советских времен, и они сейчас вот поддерживаются. Ну, а потом это живое общение, которое никто не отменял. Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за ваше живое общение со мной, с нашими уважаемыми телезрителями. Спасибо вам большое, Вячеслав Сергеевич, только развитие и идти только вперед. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова